Всем привет! Меня зовут Маша. Я очень рада видеть вас на своем канале. И сегодняшний влог, как обычно, начиная с завтрака, у меня сегодня будет цикорий с молоком. Также шоколадные шарики, вот такие вот, любятого. Как-то мне их очень захотелось. И заправила я их вот таким йогуртом, активе творожное, с черносливом и курагой, по-моему. Да, и с инжиром. И также вот такой сырок Александров, картошка называется. Ну, типа, под пирожное, картошка. Вот такой у меня будет завтрак. И всем приятного просмотра этого влога. Девочки, мы сейчас гуляем в лесу. Опять начинаются мои лесные влоги, когда мы гуляем в лесу. Ну, просто сегодня погода просто обалденная. Сегодня у нас 30 апреля. Ну, конечно, влог я не знаю, когда я выложу, гораздо позже. Вот. И сейчас, конечно, в лесу столько народу. Все наши шелыки пришли на майские праздники. Мы, наверное, завтра пойдем. Завтра как раз будет Пасха. Вот. И все очень так быстро расцвело вообще. Уже все такое зелененькое. Обожаю такое время. Вот. Солнышко сегодня такое вообще. Прямо уже сегодня плащик одела. Пусть у пальто ходила. В общем, обалденная погода у нас. И тут вот такие красивые цветочки растут. Не знаю даже, что это, если честно. Вон целая полянка. Такие милые, нежные. Сиреневого цвета такого. Прямо. Когда все успело расцвести? Недавно только снег лежал, кажется. Сидит на пушке. Лесничий какой-то. Сначала курица, потом шашлык будет. Да. Девочки, сегодня мы пришли на шашлыки. Уже наелись шашлыка. И сегодня намного прохладнее, чем вчера. Народу, конечно, сегодня просто тьма. В лесу просто на каждом квадратном метре, наверное, люди сидят, делают шашлыки. Ну, оно и понятно. И 1 мая, и Пасха. Поэтому мы гуляем. И достаточно, конечно, прохладно. И вот в куртке. В прошлом году мы ходили, и вообще была жарища. Мы даже лежали на земле. А сейчас прям вот холодно. Некоторые тут с музыкой прям приходят. Целая вечеринка лесная. Так уже, конечно. Называется Open Air. Open Air. Да. Мы ходим, гуляем после шашлычков. Распрясаем жирок, так сказать. Я еще вчера тортик готовила. Конечно, красили яички. Тоже украшала. Даже делала мультюр под яичком. Ну, если вы подписаны на мой инстаграм, вы смогли видеть. И кулич тоже у нас был. Вчера ходили светить. Так что... Все как нужно. Сделали. Ну, вот сейчас гуляем. У нас так стало тепло. Даже жарко. Я вот уже разделась. Куртку сняла. Вообще очень тепло. Вот. Мы просто рано достаточно пришли в лес, чтобы место занять. Реально. Потому что народу просто уйма. И вот сейчас день. Где-то 3 часа. И вообще сейчас на самом деле очень жарко. Или то, что мы находились уже. Мы реально уже пол леса, наверное, обошли. Если не будет сюда. Так что, отличная погода. Хороший день. Девочки, сегодня у нас 2 мая. У меня получается как недельный влог практически. И мы сегодня пришли, решили пойти на фильм «Экипаж». Он идёт в нашем кинотеатре, который мы идём. Вот. Слышали о нём хорошие отзывы. Но это ремейк советского фильма «Экипаж». Ветер сегодня такой. Хотя очень тепло. Но ветер. Вот. Поэтому посмотрим. Потом расскажу вам свои впечатления. Девочки, посмотрели мы фильм. Нам всем понравилось. Прям весь фильм сидели в напряжении в таком. И я прям и поплакала, и попереживала очень сильно за всех там героев. И актёры мне очень понравились, как сыграли. В общем, нам понравился всем фильм. Теперь я хочу пересмотреть советский экипаж. Очень интересно. Так что советую сходить. Правда, он уже идёт, по-моему, в середине апреля. Так что, может, многие из вас уже... Мы ещё зашли сейчас в цветочный магазин. Купили такие вот букетики. Завтра мамы день рождения. И мы из них сформируем большой пышный букет. Здесь у нас кустовые розочки такие. Ярко-розовые. И хризантемы. Ты как этот стал. Как будто продаёшь. С таким видом. Пойдём розочки. Пахнут? Нет. Не пахнут. Но они так свежестью пахнут. Розы обычные, чем не пахнут, это не лилии. Девочки, вот такой у нас в итоге получился букет для мамы. По-моему, очень симпатичный. Надеемся, что ей понравится. Такой он объёмный, пышный, жизнерадостный. Такие красивые цвета. Яркий прям весенний такой букет. Завтра будем дарить. По дороге зашли в магазин Магнит Косметик. У нас тут недалеко от дома открылся. Но он мне не очень нравится. Какой-то он полупустой. Либо там ещё не завезли товар. Или он вообще такой сам по себе. То есть какие-то полупустые полки. Небольшой выбор. И, как правило, есть тестеры, но нет самого товара. Обычно бывает наоборот. Но вот там так. Возможно, ещё потом привезут. Ну, не знаю. В итоге мне нравится тот, который вот подальше от нас расположен. Но, тем не менее, в общем, что я там купила. Во-первых, пасту Синсадин с фтором для чувствительных зубов. Сейчас я пользуюсь Хималайя Херблс, которую мне подружка привезла из Индии. Очень она мне нравится. Я прям от неё в восторге. Ну, вот на смену я и купила Синсадин. Тоже постоянно пользуемся. Действительно, делает зубы менее чувствительными. И также зубную щётку. Тоже всегда вот эту покупаю. Калгейт массажёр. Именно мягкую щетину. Потому что у меня чувствительные дёсны. И зубы, соответственно. Вот, поэтому мне она нравится. Я всегда там покупаю либо розовый, либо фиолетовый почему-то. Также купила вот такой блеск от Vivienne Sabo. Вообще, в последнее время я перешла именно на помады. Но как-то подумала, что на лето хочется какого-то блеска лёгкого. Именно с блёсточками. Потому что у меня реально практически ни одного блеска нет. И вообще, я хотела посмотреть их матовые помады. У Vivienne Sabo появились. Так как мне очень нравится сейчас этот эффект. То я хотела их потестить. Но, к сожалению, их там не было. Но я говорю, он какой-то полупустой. Этот магнит косметик. Там очень маленький выбор. Поэтому придётся за этим в подружку сходить, чтобы потестить новые эти матовые помады. И, в общем, вот приглядела себе такой блеск. Вот из этой серии. Я не знаю, как она правильно читается. Я выбрала оттенок 101. Первый. Такой просто бежевый. С большим количеством шиммера. Но он смотрится на губах. Такой, как полупрозрачный. С блёсточками. Очень красиво переливается. Такой достаточно густой. Ну, в общем, я потом, наверное, в видеопокупках более подробно о нём расскажу. И также купила пудру Rimmel Stay Matte. Очень знаменитая такая пудра. Когда-то давно она у меня уже была. Причём в этом же, по-моему, оттенке. В 003. И вот решила снова её взять. У меня заканчивается моя от Max Factor Face Finity. Моя любимая. Вот. И думала на лето, что мне более полегче купить. И как-то вот выбор мы пал на эту пудру. Ну, я её уже пользовалась. Поэтому думаю, что и в этот раз она мне не разочарует. Ну, по-моему, я даже её тогда не до конца использовала. Ну, в общем, посмотрим. Надеюсь, что мне понравится она. В общем, вот такие были небольшие покупочки. У нас сейчас, смотрите, как красиво расцвела эта яблоня, наверное. Вообще. И там у нас возле дома черёмуха просто. Обалденный аромат. Вообще, так мне нравится это всё наблюдать весной. Очень красиво. Вот она, черёмуха цветёт. Ещё обалденный запах тут просто. Буквально за ночь распустилась. Ещё вчера ничего не было. Красотища. Обожаю весну. У нас уже включили фонтаны на бульваре. Так хорошо. Сидим на лавочке. Погода отличная. У нас, по всему, у бульвара такие фонтанчики. Хорошенькие. Красота. Вон, все прилетели к фонтанчику. Голуби. Попить водички. Вон, все прилетели к фонтанчику.